Пожалуйста, проходите. Вот вам квартира номер 9, где никто не проживает. Фад Рыбаков в однокомнатной хрущевке хоть и прописан, но уже 7 лет, как не живет, в ней заходит. Сюда лишь по делам общественным пенсионер старший по дому, а заодно проверить, все ли в порядке с сантехникой и отоплением. Ветеран МВД даже не мог представить, что его запишут злостные должники. По мнению управляющей компании «Уютный дом», его долг более 41 тысячи рублей. Начал копиться он два года назад, когда квитанции стали приходить на двух жильцов и еще одного без прописки. Они брали только на два человека, конечно, или на два с половиной. Так у них, когда, видимо, были надобности, они увеличили тариф на эту сумму. В квартире есть счетчики и на холодную, и на горячую воду, и на электричество. Расходы в нежилой квартире почти нулевые, но каждый месяц пенсионер старался платить за услуги ЖКХ по минимальным нормативам. Я делал так, чтобы было всем хорошо. Чтобы они не несли убытки, если таковы у них есть. Но они ведь начисляли мне три нормы. Ну я толстый человек, но три нормы все равно не осилим. С электросчетчиком вообще беда, говорит пенсионер. За эти годы он намотал максимум на полторы тысячи рублей. Жилищники за семь лет так и не приняли его на учет. Поэтому засвет тоже брали по нормативам. Я несмотря на 13-14 году обращался многократно в прокуратуру, жилищную инспекцию, но они так их не опломбировали. Когда начался судебный процесс, пенсионер взялся за калькулятор. По его посчетам за услуги ЖКХ он переплатил примерно 36 тысяч рублей. Представители управляющей компании на судебные заседания сегодня не пришли по причине своей занятости на другом процессе. По телефону в уютном доме заявили, что все претензии к Рыбаковой изложены в исковом заявлении. Поэтому от дополнительных комментариев воздержались. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир. 25 лет в эфире. С вами и для вас.